Можно ли выглядеть привлекательно и эффектно, используя бюджетную косметику? Сегодня на мне макияж выполнен масс-маркет брендами и, по-моему, это выглядит идеально. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ира, я профессиональный визажист. Здесь я снимаю полезные уроки по макияжу, которые применимы в реальной жизни и честно рассказываю вам о косметике. В сегодняшнем выпуске я планирую рассказать вам про мою новую любимую бюджетную косметику. Я не так часто выпускаю видео на такую тему, не в большом количестве, потому что я всегда очень осознанно, скрупулезно, подкованно подхожу к подобного плана выпускам. Мне важно, чтобы любая косметика, которую я показываю, и бюджетная в том числе, была эффективной, качественной, хорошей, чтобы она давала классный результат. Интеллигентный макияж, макияж со вкусом, естественный, благородный. И поэтому многие позиции не попадают в такие выпуски, но то, что попадает, заслуживает вашего внимания. Давайте начнем. Друзья, прежде чем вы начнете смотреть этот полезный выпуск, убедитесь, что вы уже вступили в мой телеграм-канал. Сейчас ходят разные новости на тему блокировки YouTube, замедления работы YouTube. Чтобы оставаться на связи со мной, вступайте в телеграм-канал. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании под видео. Там мы с вами продолжаем общение, остаемся на связи. Вы сможете получать от меня полезные уроки по макияжу, косметике, бьюти-советы. В общем, все также будет в телеграм-канале, поэтому вступайте. Ссылку оставлю в описании. Первый косметический продукт, с которого я хочу начать, это кремовая румяна в очень ярком, сочном оттенке. Это бюджетный бренд Pastel Profession. И эти кремовые румяна будут актуальны сейчас летом, осенью и в том числе в зимнее время года тоже. Кремовые румяна очень приятные, плотные консистенции, которые хорошо тянутся, растушевываются по коже. И самое главное, за что я полюбила конкретно этот оттенок, а это номер 43 Scarlett, это потрясающий клубнично-красноватый яркий ягодный цвет. У меня есть румяна, которые я люблю уже пару лет, наверное, может быть года три, это бренд Pixi. Это зарубежный бренд, который сейчас, к сожалению, покупать в России не очень выгодно и не очень удобно. И вот у них есть клубничные румяна, которые идеально подходят для тех самых клубничных макияжей. Вы помните, да, что в одно время был прям заход на эти техники, и я вам рассказывала о том, что клубничный макияж, это по сути тот макияж, который для любой девушки будет как база, потому что такие оттенки в макияже освежают. Но я озадачилась целью найти аналогичный продукт, который будет легко приобрести в России, и у меня получилось это сделать еще и в бюджетном сегменте, потому что эти румяна стоят недорого, но дают потрясающий результат. Во-первых, мне нравится, что у них консистенция такая достаточно плотная, она никуда не убегает, и при этом она хорошо растягивается, то есть они не оставляют пятна, их легко будет тушевать как уверенным пользователям, так и новичкам. Если в ваш макияж вам хочется добавить какого-то разнообразия, если вам нравятся лифтинг-техники, потому что макияж клубничный, и подобного цвета румяный я бы как раз отнесла именно к лифтинг-техникам, хотя, безусловно, это не значит, что такие техники подходят только для женщин постарше, это актуально, модно и трендово сейчас смотрится на всех девушках. Просто хорошая такая база, но вроде бы в более современной версии. Следующая моя косметическая находка привела меня в полный восторг, потому что данная позиция очень напоминает мне одни из моих любимых теней у бренда Tom Ford. Наверняка вы замечали, что я фанат каких-то прохладных серо-коричневых теней, и у меня есть у бренда любимая палетка Nude Deep, но когда я увидела и попробовала это чудо от Ninel, цветовая гамма восхитила меня на миллион процентов, также я осталась в восторге от качества теней. Мне нравится, как они носятся, мне нравится, как они тушуются, мне нравится, как они выглядят, то есть буквально мне все нравится в этой палетке. Эта палетка преимущественно из сияющих текстур, здесь полностью матовый, только один темный, темно-коричневый оттенок. Остальные цвета, вы увидите, я сделаю свочи, обладают красивым, благородным сатиновым финишем, они подсвечивают века. Тени, конечно, полный восторг, вот даже, наверное, с такого расстояния вам сейчас видно, что они действительно похожи. Да, это не стопроцентный аналог палетки Tom Ford, я такого не заявляю, но они сделаны шикарно, и я думаю, что и на свочах, и в процессе, когда я там наносила какие-то тени на свое веко, вы это увидите. Это как будто бы дорогие тени, но в более простой дешевой упаковке. Еще одна моя бюджетная находка, от которой я в полном восторге уже целый месяц, это тушь для бровей, и я, как обладатель светлых бровей, всегда нахожусь в поисках чего-то нового, какого-то хорошего продукта, который будет подкрашивать брови, и можно будет даже не пользоваться карандашами, тенями для бровей. И вот я нашла еще одну стоящую позицию у российского бренда Ok Beauty, Ok Beauty, это тушь для бровей. Во-первых, хотелось бы выделить, насколько хорошо продумал бренд оттенки. Вот цвета живые, реалистичные, это именно те цвета, которых часто не хватает, потому что иногда мы сталкиваемся, я думаю, вы тоже, и я в том числе вот про себя говорю, сталкиваюсь, сталкиваемся с тем, что тушь для бровей, вот она хорошо красит, хорошо фиксируется, сидит, и все классно, но хотелось бы оттенок сделать похолоднее, или потеплее, ну то есть вот всегда у тебя есть какая-то небольшая претензия к цвету. Вот здесь как раз-таки в первую очередь хотелось бы отметить цвета, они сделаны хорошо. Если вы при подборе оттенков ориентируетесь на меня, если мы с вами похожи, то мне идеально подошел цвет мокко. Шикарный оттенок для тех, у кого темные волосы, а брови светлые, вам хочется сделать их ярче, но при этом вам не хочется, чтобы они уходили в какую-то совсем черноту, в какую-то серость, холодность, вот идеально выдержанный, грамотный темный цвет. Также мне нравится сама структура этой туши, она хорошо текстурирует волоски, выделяет их, придает им значимости. Щеточка маленькая, изогнутая, удобная, ей приятно прокрашивать волоски, приподнимать, разделять и залезать даже в трудные участки, где волоски, возможно, тоненькие, маленькие, короткие. И я бы сказала, что эта тушь идеальна, потому что она еще и доступна по цене, то есть вам не нужно отдать целое состояние, чтобы получить качественный продукт. Но есть небольшая ложка дегтя от меня, есть несущественный, но все-таки минус, это то, что первые недели после вскрытия данная тушь очень обильно набирается на щеточку, то есть здесь есть небольшие какие-то проблемы с ограничителем, и вам либо нужно, если вам не жалко, снимать излишки на руку, либо вы можете делать это внутрь горлышка, то есть снимать об горлышко излишки туши и дальше прокрашивать, работать с ней уже на бровях. Я за несколько дней адаптировалась и привыкла. Спустя три недели использования тушь постепенно начинает становиться более вязкой, более такой густой, и эта проблема уходит, вы начинаете уже не замечать, и все вроде бы в порядке, но все-таки вот этот нюанс, он есть. А так тушь, конечно, мне очень нравится, и я сейчас ей активно пользуюсь. Дальше я хочу рассказать вам про мой новый, любимый бюджетный карандаш для губ. С карандашами для губ у меня ситуация такая, что очень часто я влюбляюсь в какой-то карандаш, и часто это бывает бюджетный карандаш, и очень долгое время им пользуюсь. Вот до огрызка, покупаю новый, опять до огрызка. И так было в последний год с карандашом бренда Шу. Уже год или полтора я просто не вылезаю, так скажем, из этого карандаша, использую его при любых макияжах, при любых помадах, при любых обстоятельствах. Но так как я являюсь блогером с большой аудиторией, меня периодически посещает некое чувство вины относительно того, что в каждом выпуске в последний год я снова достаю карандаш Шу 44 и опять использую именно его. И снова, и снова, и снова, и снова. Поэтому я стараюсь пробовать разные новые позиции, своевременно об этом рассказывать вам. И у меня за последние два месяца появился новый лидер, который даже потеснил карандаш бренда Шу. У этого карандаша довольно странное название. Скорее всего, это бренд Pastel Cosmetics. В любом случае, название точное и номер я напишу в описании под видео. Онлайн он есть практически везде. У него потрясающий бежево-коричневый оттенок, нейтральный бежево-коричневый оттенок, то есть он не выдает слишком много оранжевого цвета, и при этом он уже не такой холодный, не такой яркий, как мой любимый Шу 44. То есть такой средний между откровенными вот этими бежево-коричневыми и какими-то лилово-коричневыми оттенками. Это мне в нем и нравится. То есть когда устаешь от лилово-коричневых холодных тонов, хочется чего-то более классического, более спокойного, близкого к оттенку кожи, потому что все-таки бежевые карандаши, бежево-коричневые к цвету кожи, они ближе, более родственны. И вот он сейчас очень часто фигурирует во всех моих последних макияжах, когда я хочу создать себе нюд, когда я хочу создать себе что-то более яркое, даже когда я использую какие-то яркие, розовые или красноватые ягодные помады, бальзамы, я тоже использую именно вот такой классический спокойный карандаш. Если вы в поисках какого-то нового бюджетного карандаша, незаезженного формата, то обратите внимание на этот. Он сейчас в моих фаворитах. Еще одна бюджетная находка, это оттеночный бальзам от бренда Vivienne Sabo в цвете 02. Сейчас этот бальзам периодически сравнивают с бальзамом бренда Charlotte Tilbury, также оттеночным бальзамом для губ. И в целом, да, такое сравнение действительно имеет место быть, то есть мы можем сказать, что это достойный аналог люксовым оттеночным бальзамам. Но я хотела бы выделить цвет 02 именно за его цвет. Он настолько спокойный, аккуратный, невычурный, очень благородный. Этот бальзам обладает красивой, сияющей формулой, такой глянец на ваших губах, то есть с эффект блеска. И это создает результат очень увлажненных, напитанных, ухоженных губ. Цвет 02, конечно, очень красивый, спокойный, розовато-коричневый, хорошо подходит пигменту губ. На губах смотрится, как свои губы, только лучше. Идеально, кстати, подходит для нюдовых макияжей, если вы любите минималистичные образы и не очень яркие, то присмотритесь к этому цвету. Так как бальзам входит в лимитированную летнюю коллекцию, если вам он приглянется, рекомендую не медлить, а пробежаться по магазинам вашего города, всякие магниты с косметикой. Вот я как раз покупала этот бальзам именно там. Среди бюджетных оттеночных бальзамов, которые я пробовала за последнее время, это однозначно мой новый фаворит. Если вы вдруг пропустили, то в прошлом видео я делала подборку семи моих любимых оттеночных бальзамов, которые я покупаю постоянно. Ссылка где-нибудь здесь появится, обязательно тоже посмотрите этот выпуск, потому что он очень полезный. И заключительная бюджетная находка, которой хочется сегодня поделиться, это достойная замена моего любимого бибикрема бренда Airborian. Это бибикрем также корейского бренда Purita. Этот бибикрем вообще стал мне известен не сейчас, я с ним уже знакома, но именно вот сейчас, в последнее время, я снова про него вспомнила, потому что мне захотелось какого-то легкого, естественного покрытия, а Airborian мне просто надоел. Захотелось чего-то другого, не Airborian. Здесь на помощь мне пришел этот биби, потому что он по своим свойствам мне очень напоминает как раз-таки Airborian. Плюсом, во-первых, отнесу то, что если вы хотите получить эффект естественный изнутри сияющей кожи, то с этим продуктом у вас получится это сделать. Его нужно наносить тонко, либо влажным спонжем, либо пальцами. Если будете наносить влажным спонжем, то сиять он будет еще больше. Данный бибикрем хорошо подойдет обладателям сухого типа кожи, нормальной кожи и умеренно жирной. Почему я не рекомендую его конкретно жирному типу, потому что его нужно обязательно будет фиксировать пудрой, потому что без пудры он держаться на жирной коже будет плохо. Но если у вас кожа чуть-чуть склонна к жирности, либо она нормальная, сухого типа, то даже без припудривания этот бибикрем хорошо сидит. Это такой легкий продукт для естественного, натурального, воздушного результата. Эффекта ровной, однородной, здоровой, сияющей кожи, которая светится изнутри. Вот с пьюрита это возможно. Он не скрывает как-то особо активно несовершенства или нюансы кожи. То есть вот если по минусам говорить, если мы будем их сравнивать между собой как два бибикрема, то вот этот более полупрозрачный, вот этот дает более выравнивающее покрытие. И для кого-то это будет минус, для кого-то это будет плюс. То есть тут уже решайте сами, что вам нравится больше. Если вы любите полупрозрачные основы, тональные средства, то тогда пьюрита вам понравится. Мне он нравится, потому что я люблю естественный результат. И в принципе, когда на коже нечего скрывать, но хочется вот этого лоска, то такие продукты очень помогают. И на этом у меня все. Надеюсь, что сегодняшний выпуск будет для вас полезен, он вам понравится. Своими впечатлениями поделитесь в комментариях под видео. И там же напишите, какая бюджетная находка вам понравилась больше всего и что вы захотели попробовать лично. С вами была Ира. Обязательно вступайте в мой телеграм-канал, чтобы оставаться на связи и продолжать получать от меня полезные советы, уроки по макияжу и косметике. Мы с вами встретимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok